Всем привет, с вами Григорь и добро пожаловать в город Айсадовск. Сегодняшнее обновление за последнее время, которое я успел построить, это автосалон Гольфстрим. Для начала, перед тем, как зайдем внутрь, я расскажу о предыстории автосалона. Началось все с того, что я планировал сделать еще один автосалон, потому что у нас в Айсадовске там только один был, и это был автосалон Лада на улице Танкистов. Так вот, у меня была идея сделать автосалон, но у меня не было варианта, какой именно построить. То есть, Фольксваген, например, или Тойота, или Рено, или Ниссан. Но среди последних событий, которых вы знаете, некоторые компании, некоторые популярные бренды авто начали покидать российский рынок. Сейчас я слышал про Тойоту, которая однажды заявила о том, что она уходит из российского рынка, а потом уже вернулась. Все равно такая, все равно немного иная ситуация. То есть, она продала свой бизнес в России, но при этом вместо Тойота будет производить москвичье АЗЛК. Я про это уже описал в группе ВКонтакте, но, можно сказать, выставил свою оценку всему происходящему. Календалы поступают, до сих пор идут слухи о том, что вернутся, планируют вернуть весь советский автопром, но не факт, что это так произойдет, к сожалению. Но это уже не те будут москвичи, Волги, Победы, те, что старые машины были из советского времени. Это уже будут немного другие, тем более под копирку тех же Рено и так далее. В качестве компромисса я решил построить чисто автосалон без какого-либо... Какой-то автосалон является официальным дилером какой-то автомобильной марки типа Volkswagen, например. Так вот, у меня вышел автосалон, который не является пока что никаким дилером, обычным автосалон, без какой-либо привязки к связке с какого-нибудь бренду. В общем, я показывал это снаружи, теперь у нас вот парковочная зона есть, вообще я показываю ее. Ну, ничего особенного. Кстати, вот до сих пор заметна установка, то есть на трамвайную. Рядом Studio One строитель, который я вам показывал однажды. Там Ашан построен буквально на днях, правда я его не показывал. Памятник Слава Труду, вот такой вот. И да, я в прошлом видео, я рассказывал то, что, можно сказать, бустырь был на улице Ворошилова. То, что у меня нет идей для постройки чего-либо здесь на этой улице. Но, можно сказать, я решил вот что-то добавить туда, хотя бы микрорайон тут нарастить. То есть добавить живые дома, детский сад, школу. То есть хотя бы небольшой микрорайон нарастить, а там видно будет. Ладно, вернемся к автосалону. Автосалон у нас такой вот, как я показывал ранее. Автосалон у нас, и повторюсь, у нас он называется Гольфстрим. К слову, в Челябинске есть такой же автосалон, но он находится на улице Братьев Корширных на Северо-Западе. Заходим. Тут у нас Банкоманд, также у нас всякая информация, то есть типа уголок потребителя. Тут у нас сидит продавец-консультант или дилер, я не знаю. В общем, то есть мы договариваемся, типа мы с ним договариваемся на счет покупки авто, или, например, оформления страхового бодиса типа ОСАГО, КАСКО и так далее. Дальше у нас такие вот машины, то есть представим. Это те варианты, которые я смог сделать в Майнкрафте. Вот самый первый вариант, типичный для меня. В общем, вы такое, наверное, видели в Якулоновске. Правда, он у меня был сделан из глазуровной керамики голубого цвета, а у меня из... Не обращайте внимания, это просто типичные звуки в Майнкрафте. Так вот, у меня был из глазуровной керамики, точнее здесь. А у меня из зеленого бетона, и тем более зеленый коврик типа крыша. Ну, это типа решетка радиатора. Сзади тут ничего особенного. Здесь, если у вас, ну, поворотники что ли. Дальше у нас другой вариант. Такой вот, темно-серый, темно-серая машина. Но я не знаю, честно, то ли хатчбек, то ли это, не знаю. Дальше его, можно сказать, как две кабели. Похоже на эту, только уже белый. Белый вариант. Тут он. Блин, кстати, некоторые детали, вот, детали с которой сзади. Одна сделана из ступенек, из диорита. А это из эндезита. Дальше. Вот та же самая обтачка, что и я. Вместо коврика у нас плита из призмарина темного. Цвет бирюзовый. А выглядит, ну, и выглядит, ну, как универсам. Ну, точнее, это универсам. Пытался сделать универсам. Так что, я, как говоря, не очень. И последнее. Это уже, можно сказать, седан. Авто по кузову седан. То же самое, что и вот этот, только я немного изменил. Вот. Чтобы сделать хотя бы седан. Хотя бы. Типичную городскую версию. Седан версию, точнее. Может вот так выразиться. В общем, вот такая вот точка. В принципе, это все, что я вам показал здесь. В общем, я вам показал. Автосталон. И в заключении. Перед приемом, как я закончил этот видеоролик. Я хочу ответить вам на один вопрос, связанный с сервером. По городу, точнее. В общем, меня в телеграме спрашивали, будет ли сервер, извиняюсь, сервер в Майнкрафте. Но я отвечал, что нет. Так как нету нужного, необходимого, так сказать, хостинга, чтобы можно было захостить, ну точнее сделать круглосуточный сервер. В Атернусе. Вот такой классик называется Атернус. Там невозможно сделать круглосуточный сервер. А если попытаться сделать, то все, можно сказать, аккаунт снесут вместе с сервером. Тем более был бот, Атернус бот, который мог бы сделать сервер круглосуточным. Но бота, к сожалению, не пускает. Тем более, меня уже друзья предлагали, мои знакомые друзья, в марте 89 и Глините предлагали сервер Ngrok. Сейчас напишу, вот так вот называется. Там нужно было... Но есть нюансы. Во-первых, нужно специальный файл, чтобы запустить сервер. А вот, во-вторых, можно сказать, мой ноутбук может не выдержать нагрузки из-за того, что сервер находится именно в хостинге Ngrok. Кстати, для тех, кто не в курсе, у меня ноутбук Lenovo Idiopad 330 с процессорами Intel Core i5. В общем, могу вкратце сказать, что в ближайшее время сервера по iStatus в ближайшее время не будет. Вплоть до разрешения данной ситуации. Ну что ж, спасибо. Ну что, на этом у меня, пожалуй, всё. С вами был Грегорий Эйджернс. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Впишите идеи для видео, а также для проекта Алисадовска, точнее, до города. Заказывайте также ко мне в группу VK, в группу по Алисадовск, как всегда ссылочка под видео. Также заказывайте ко мне в чат Телеграм, а также ко мне на сервер в Дискорд. Все ссылки, повторюсь, все находятся в описании под данным видео. В общем, спасибо всем, кто посмотрел это видео до конца. С вами, как всегда, был Грегорий и мой город Алисадовск. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok